МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадио-компании «Гомель» в студии працу Александр Гамоля, глядите в этом выпуске. Международное супрацовненство Кировничества Гомельской области подтримала пропонову усталевать по-братимске сувязи помеж Гомелем и городом Ханьдань Китайской Народной Республики. Спорт без обмежевания у старшиня гомельского обл. Выконкама Геннадь Соловей сегодня наведа областный центр Олимпийского резерва по паралимпийских и дефлимпийских видах спорта. До 50 километров в годину по инициативе ОУС принято решение обмежевать худкость руху транспорта по улице Советской. Подумай про инших, сдай кров, подялись о житом. В Гомеле пройдет акция по безвыплатной сдаче крови. А зараз об этом и иншим больше подробязно. С подшуттем обовязку перед державой и ее народом. Служба безопасности президента Беларуси означает 25-ти годзе. На передане свято державные узнагороды и погоны военнослужащим и офицерам уручил кировник державы. У Палации незалежности сегодня собрались люди, для каких за беспечением безопасности это призвание. Александр Лукашенко нагадал, что створали это подразделение практически с нуля. И за 400 годзе удалось перетворить его уэлитная, обсталяванная самой сучасной техникой и головная высококлассными специалистами. Критерии отбора супрацовника у широких службы безопасности самые строгие. Яны потребуют рознобаковые спецподрыхтовки и психологичные устойливости. Конкурсу в середнем один из десяти, при том, что першопочатково отбирают злепших. И это не дивно, а шмат учима от их штабионной працы залежить престиж Беларуси. Бо СБП, это не только окова президента, яны так само забеспечивают в безопасу высшейших службовых особ, замежных делегаций, кероников замежных держав, які приезжают в нашу краину, а так само беларусов. В мирное время вы не только обеспечиваете свой фронт работ, но и демонстрируете всем, особенно внутри нашего общества, что мир и покой в нашей стране – вещь неприходящая, мир непоколебим. В случае, не дай Бог, агрессии против нашего государства все мы – воины элитного подразделения, и наша задача быть впереди всех подразделений для того, чтобы защитить нашу страну, наше Отечество и наших граждан. Далей до самой урожистой частки сустречи. Александр Лукашенко отзнашил лепших державными узнагородами и уручил погоны старшему офицерскому составу. Супрацовники подразделения, звычайно, працуют в режиме минимальной публичности. Больше из их мая звания, але убачить их с погонами на службе – великая редкость, дресс-код не дозволяя. У гонор свята деловые костюмы, яны, змянили на парадную форму. Керауництво Гомельской области подтримало пропанову усталевать побратимские совези помеж Гомелем и городом Ханьдань Китайской Народной Республики. Отповедный меморандум был подписан сегодня на сустрейшей замежной делегации со старшинями Гомельского областного и городского выконавших комитетов. Представники керавництва города Ханьдань у першиню у Гомеля визит мета на керованы – умоцовать межрегиональные относины и познайомиться с экономичным потенциалом в области. У перши чергу говорка об предприемстве Гомсельмаш. В 2015 году у провинции Хэбэй была открыта суместная вытворчность сельгазмашин «Дзюньшэнь» – Гомель. Сегодня там поспехово выпускают запотрабованную на китайском рынку технику. Делегаты этим часом затекавили вытворчие мощности Гомсельмаша. Наши совместные предприятия динамично развиваются. Продукция востребована на территории всего Китая. Сегодня мы бы хотели взглянуть на линейку техники, выпускаемой в Гомеле. Есть намерение еще больше укрепить наши взаимоотношения в сфере производства сельхозтехники и, возможно, увеличить экспорт вашей готовой продукции в нашу страну. За восемь месяцев биохудшого года предприемства Гомельской в области экспортировали у Китай товаров на 42 миллионы 420 тысяч долларов США. У Пировазе поставляли целлюлозу, лен, молочную продукцию, драунину, сплавы. Зараз предприемства и организации нашего региона рыхтуются до удела у другой китайской международной выставе импорта в городе Шанхай. Я на пройде с 5 по 10 листопада. Старшиня Гомельского облвыконка Магина Целовея ознайомился с умовыми для занятка у спортом людей с замежеванными физичными махчимостями. Сегодня керавник региона наведал областный центр Олимпийского резерва по паралимпийских и дефолимпийских видах спорта. Обшим ишла размова, ведают наши корреспонденты. Размова в створении умов для занятков спортом людей с замежеванными физичными махчимостями начинается еще до наведывания центра. Зараз на прилеглой территории ведутся работы по укладке специальной плитки, якая допоможа ориентоваться слепым и людям с дренным зроком. По великим рахунку этой работы еще один крок по створении для людей с замежеванными махчимостями с прияльных умов для занятков спортом. Початком реализации этих планов стало открытие в 2016 году областного центра Олимпийского резерва по паралимпийских и дефолимпийских видах спорта. За минулый час и трымалось створить недренную базу для профессийных тренировок. Олимпийский резерва для удосконаливания, как ведомо, не иснуе. У нас есть бассейн, есть спортивный зал, есть восстановительные блоки, есть сауны. Нам немножко не хватает тренажерного зала, который мы потихонечку своей помощью, с помощью инвалидов-спинальников, они нам в этом плане немножко помогают кое-какими тренажерами. Но в целом в следующем году мы планируем, чтобы прикупить еще тренажеры и более была подготовка качественная. Сегодня у областного центра Олимпийского резерва по паралимпийских и дефолимпийских видах спорта развиваются 11 накерунков. От плавания и вольной борьбы до настольного тенниса и шоу-дауна. Пришим, размовы не только об тренировках, а и довольно значных спортивных достижениях. Старшиню облаканкама Геннадия Соловья знаменит со статистикой. Только за этот навычальный год на официальных международных споборненствах представники Гомельшины завоевали 15 узнагарод. Чемпионат света по легкой атлетыце сирот глухих спортсменов. Международный турнир по шоу-дауне. Чемпионат света по плаванию сирот инвалидов-паслыху. С споборненствой сусветной серой гран-при по легкой атлетыце сирот людей с захворванями опорно-рухального аппарата. Это только некоторые селетние старты, с которых Гомельшане привезли медали. Сейчас в центре рихтуются, где чемпионат Европы по борьбе сирот инвалидов-паслыху. И он пройдет в Гомеле с 28-го Кастришника до 3-го листопада. Большой радость у нас в Гомеле губернатор поддержал эту инициативу и решили провести в Гомеле чемпионат Европы. Главное направление, главное это соревнование, это привлечь молодых, других спортсменов к регулярным занятиям спорта, как бы популяризирует борьбу. А перспектива, у нас есть неплохой молодой парень, колесный Алексей, который очень серьезно тренируется, будет выступать среди кадетов. Надеюсь, им какую-то медаль он принесет. Это именно от Гомельской области. Областная комиссия по выборах депутатов у Палаты представников сегодня разглядела сворота незарегистрованных претендентов на депутатские мандаты. У обо двух выпадках решение круговых комиссий признаны правильными. Претендента на статус кандидата у депутаты по Гомельской-Сельмашевской выборчая Крузя Хучей за усе подвяли сборщики подписов. Значная частка листа оказалась оформленной с порушениями законодавства. Самая расповсюдженная дата проставлялась рукой сборщика, а не гражданина, как того потребует закон. Не продугледжена законодавством и вылучение кандидатов от громадских организаций. Именно такие шляхы брал еще один претендент. Находаем боротьбу за депутатские мандаты протягивают 75 человек. Больше, как полов, за их представляет политическая партия. Сегодня состоялось заседание областной избирательной комиссии, на котором было рассмотрено два заявления. О несогласии с нерегистрацией их, как кандидатов. Заявления были рассмотрены, и комиссии признаны действия окружных комиссий правомерными. Усераду 23-го Кострышника глядите на телеканале «Беларусь-3». Чарговые операции выборные выступления кандидатов у депутаты Палаты представников Национального схода Республики Беларусь 7-го скликания. С 19.01 до 19.20 у эфира выступлений кандидатов по Гомельской советской окрузе номер 34. С 19.20 до 19.35 до выборщиков звернутся кандидаты по Гомельской сельской окрузе номер 37. А с 19.35 до 19.50 у эфира выступлений кандидатов по Будок Кышалевской окрузе номер 38. Нагадаем выступлений выйдут у эфир на телеканале «Беларусь-3». У Гомельской области повеличилась колькость дорожно-транспортных здареньев. Особливый резонанс выкликала авария с двума загинувшими на улице Советской. С этой нагоды в АУС Гомельского обл.выконкама сегодня прошел межкоординационный совет. У им приняли удел супрацовники милиции, ДАИ, прокуратуры дорожно-эксплуатационных службов, Гомельских областного и городского выконавчих комитетов. До размовы долучился помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко. Со студене по веросяне этого года на дорогах Гомельшин отбылось 388 ДТЗ, у которых загинули 56 человек. Для их продухеления правоохранные органы працуют с порушальниками-рецидивистами, проводят мониторинг социальных сеток, отпрацовывают аварийные участки дорог и организуют профилактичные акции. Однако належных эффектов этой мероприемстве все ли ты не принесли. Люди протягивают, свято дома порушать правила. Имеют случаи, в частности, на территории Гомельской области, где в результате дорожно-транспортных происшествий, когда управляли транспортом лица, лишенные права управления, совершали дорожно-транспортные происшествия и гибли люди. В частности, это по речи Ореса, где был допущен к управлению погрузчиком водитель, лишенный права управления транспортными средствами. И в ходе управления, в результате того, что транспортные средства были еще и технически неисправны, произошел наезд на опоры, в результате чего произошло обрушение здания и погибла девочка. По инициативе ОУС принято решение обмеживать худкость руху транспорта по улице Советской до 50 километров в годину. А кроме того, отправлены запыты на финансование у Стальвания трех датчиков худкости. По трабое модернизации, система кирования светлофорами установлена еще в 70-х годах. Для поляпшения дорожно-транспортной обстановки в Новобелецком районе выделены сродки на организацию кишенев для припынков громадского транспорта по улице Ильича. Схопила удачу за хвост. Опошний смартфон, разыгранный Белстатом, сярод удельников интернет-перопису, достался гомельчанцы в Ользе Чубуковой. Сегодня пероможцу прямо у себя начальник Головного статистического управления Гомельской области Вячеслав Перников. Сама того, не ведающая, Жаншина приняла уделу перепису опошний день интернет-компании. Про розыгрыши смартфонов доведывалось только подчас поведомления об перомозе. По словах Вольги, такие значные выигрыши она отрымала у першиню. В рамках акции же храм Гомельской области по шастило двойче. Уладальником еще одного смартфона стал Мазыранин. В Гомельской области на сегодняшний день приняло участие в целом в переписи 52,9% от всего населения Гомельской области. По интернету переписалось 233 858 человек. Это в целом по области. Перепись продолжается. Предлагаю поучаствовать в этом знаменательном событии для нашей страны и очень важном нашем событии. Проявить свою активную грамадянскую позицию можно до 30-го кастрышника у Клюшна на любом стационарном участке по всей краине. Информацию можно удокладнить по телефону горячей линии у Гомели 21-10-03. 26-го и 27-го кастрышника сельско-господарши Кермашу у Гомели пройдя по новым адресе Айон Разгорница у районе Палаца Водоных вида у Спорту. Гандаль у выходные будет проходить на парковочных пляцовках у района дома номер 127 по улице Мазурова и по улице Сверыдова, 99. Перонос места Кермашу связаны с проведением областным центром с 25-го по 27-го кастрышника Международного велосипедного форума. Подумай про инших. Сдай кровь подялись житем. У Гомели пройдя акция по безвыплатной сдаче криви. Она отбудется 23-го и 24-го кастрышника у Гомельском медицинском университете по улице Ланге 5. Поудельничаются у акции студенты и супрацовники навыкальной установы. Организатором акции выступили медуниверситет, первичная профсоюзная организация студентов ВНУ и Гомельская станция переливания криви. Початок в 9.00. Эта иншая новина вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. И дякую за увагу. До встречного эфира. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Во время ссоры гомельчанин задушил родного брата, а после спрятал тело в карьере по проспекту космонавтов. Продолжается расследование уголовного дела об убийстве 38-летнего гомельчанина, числившегося пропавшим без вести. В конце августа гомельский городской отдел следственного комитета возбудило уголовное дело по факту исчезновения неработающего жителя областного центра. В ходе анализа, полученной по делу информации, следователи проверили причастных к совершению преступления родного брата мужчины. При проведении оперативных мероприятий предварительные выводы следствия подтвердились. По подозрению в совершении убийства был задержан 42-летний брат потерпевшего. Он и признался в содеянном. После осмотра карьера по проспекту космонавтов были изъяты останки тела брата. На основании собранных по делу доказательств мужчине предъявлено обвинение в убийстве. По версии следствия, гомельчанин был убит родным братом в их общей квартире. Следствие полагает, что в ходе конфликта, который возник на почве личных неприязненных отношений, обвиняемый задушил брата. Затем, спустя некоторое время для того, чтобы скрыть следы преступления, он спрятал тело в карьере с водой, который находился недалеко от места жительства. При повторном осмотре места происшествия в светлое время суток следователи обнаружили и изъяли из карьера два одеяла, в которых, по словам обвиняемого, он переносил тело. По всем изъятым в ходе следствия предметам и объектам, которые имеют значение для расследования, назначено проведение необходимых экспертиз. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, а также причины и условия, которые способствовали его совершению. В Мозыре участковый прибыл на семейный скандал и увидел в квартире картину из арсенала времен Великой Отечественной войны. В Мозырьский РОВД обратилась местная жительница. Она сообщила о конфликте со своим сожителем. По прибытию на место происшествия сотрудников ждал необычный сюрприз. На стене висела картина, сделанная из частей оружия. Затворы винтовки, штыка, части ударно-спускового механизма, ствола винтовки и ручной гранаты F1 с запалом. Как пояснил 43-летний мужчина, около 10 лет назад он выкопал арсенал на приусадебном участке возле станции Голевицы Калинковического района. В квартире также были обнаружены каска времен Великой Отечественной войны, патроны и гильзы. Все боеприпасы изъяты для проведения баллистической экспертизы. По данному факту проводится проверка. Колбу с артутью в велосипедной ручке обнаружили в Мозыре. После сообщения о находке автомобиль химической и радиационной защиты выбыл на место вызова. Как оказалось, при разборке старых вещей хозяин обнаружил велосипедную резиновую ручку, в которой находилась артуть в колбе. Вещество не разлилось, пострадавших нет. Работники МЧС изъяли находку для дальнейшей утилизации. В Калинковичах сотрудники ГАИ остановили мужчину для проверки документов и пресекли кражу канализационных люков. Внимание инспекторов привлекла самодельная тачка, которую 30-летний пьяный мужчина без фликеров катил за собой. Как выяснилось, в ней находились два металлических канализационных люка, которые он похитил с колодцев. Похищенное имущество изъято. По данному факту проводится проверка. Отдел внутренних дел администрации Центрального района устанавливает местонахождение двух гамильчанок. Пропали Екатерина Баркова и Наталья Буркова. 14 октября примерно в 10.00 они уехали из дома вместе с Сергеем Кочура. Предположительно, на Рено Логан белого цвета с регистрационным знаком 5938 iX3. По данным правоохранителей, девушки могут находиться в России. Все, кто владеет любой информацией об их местонахождении, просят незамедлительно сообщить по телефону, указанному на экране, или в дежурную часть по номеру 102. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Старт поединка остался за гостями. К началу 18-й минуты юность вела 2-0. Отличились Стефанович и Цыганов. Правда, вскоре Тополь сумел одну шайбу отквитать. И на первый перерыв команды отправились при счете 2-1 в пользу столичной дружины. На старте второго периода Серегин сравнял цифры на табло. Чтобы снова выйти вперед, гостям понадобилось менее трех минут. Забросил Парфиевец. Вскоре Цыганов, оформив дубль, восстановил преимущество своей команды в две шайбы. На этом голевой лимит юности в этот вечер был исчерпан. В третьем периоде забрасывали только хозяева. Петров, Скоринов и Жуковский принесли победу рысям. 5-4. Впрочем, уже завтра столичные хоккеисты могут взять реванш. Гомель и юность вновь встретятся на гомельском льду. Взгляд в будущее. В Гомеле проходит первенство Беларуси по спортивной гимнастике. Среди юношей и девушек сегодня первый соревновательный день. На площадках с дюшер номер 4 выступают сильнейшие юные гимнасты в возрасте от 10 до 17 лет со всей страны. Среди участников мастера спорта призеры международных соревнований. Так, честь Гродненской области отстаивает Анастасия Алистратова. Бронзовый призер вторых европейских игр в упражнении на брусьях. Команда Гомельской области выступает на первенстве в полном составе. Наши гимнасты всерьез настроены на медали на домашнем старте. Тем более, что соревнования подобного уровня в Гомеле проходят не часто. Мы готовились серьезно. У нас давно в Гомеле не проходили соревнования республиканского уровня. На протяжении уже лет 10 так точно. И вот мы принимаем сейчас всю белорусскую гимнастику. Программа соревнований рассчитана на три дня. Результаты первенства Беларуси будут учитываться при формировании сборных команд страны различных возрастов для участия в международных соревнованиях. Отмечу, что сейчас в списках нацкоманды 10 гомельчан. Команда Гомельской области заняла второе место в итоговом протоколе открытого Кубка Беларуси по дзюдо, который проходил в Могилеве. Победителями турнира стали Матвей Шереметьев, Ульяна Миненкова и Виктория Новикова. Также атлеты из нашего региона завоевали по три серебряные и бронзовые награды. В командном зачете Гомельская область уступила только дружине из Минска. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.